Этот человек родился в начале 20 века, в семье людей, не отличавшихся высоким ростом. Однако из-за редкого заболевания уже с пяти лет на мальчика смотрели как на диковинку. Он всю жизнь не соглашался на эту роль, желая, чтобы мир видел в нем обычного человека. Но у судьбы были другие планы. Знакомьтесь, Роберт Уодлоу. При зафиксированном росте в 2 метра 72 сантиметра и весе почти в 200 килограмм Роберт Уодлоу является общепризнанным самым высоким человеком в истории. Но давайте обо всем по порядку. В 1918 году в небольшом американском городке Уолтон, штата Иллинойс, в самой обычной семье родился первенец. До четырех лет карапуз развивался абсолютно нормально, но потом почему-то начал расти с невероятной скоростью. Обеспокоенные родители повели малыша к врачам, и те поставили ему страшный диагноз – опухоль гипофиза и акромегалия, приведшие к гигантизму. Сегодня современные лекарства могли бы помочь мальчику и сгладили бы неприятные эффекты гормонального сбоя. Но в начале 20 века он был обречен на невероятный рост. Никто не знал, до каких размеров он может дойти и сколько это будет продолжаться. Ведь подобных случаев в медицинской практике было известно не так уж и много. Уже в шесть лет Роберт достиг среднего роста взрослого человека – 170 см. А в девять лет при росте 189 см и весе 80 кг мальчик мог запросто поднять на руки отца. В 13 лет Роберт Уотлоу стал самым высоким бойскаутом в мире, а к выпуску из школы превратился в настоящего гиганта. Его рост достиг двух с половиной метров. Конечно, он был местной знаменитостью. Газетчики с удовольствием описывали, как юноше требовалось материи на костюм в три раза больше, чем обычному мужчине, как ему на заказ сделали мебель или убирали передние сиденья из семейного автомобиля, чтобы гигант, сидя на заднем, мог разместить свои длинные ноги. Все эти мелочи составляли для настоящего дяди Стёпы повседневные трудности. Но хуже всего было с обувью. Ведь туфли уникального размера, длина его стопы тогда достигала 48 см, приходилось шить на заказ. А это выходило очень недешево. Уставший от внимания не только папарацци, но и всех прохожих, Роберт Уотлоу не соглашался идти работать в цирк. О подобных предложениях тогда поступало много. Его угнетал нездоровый интерес к его персоне. Молодой человек хотел иметь право на нормальную жизнь. По воспоминаниям земляков, он был очень воспитанным и развитым парнем. Роберт много читал, собирал марки и увлекался фотографией. Уже с детства проявлялся его независимый характер. В 10-12 лет гигантский мальчишка пытался скопить деньги, продавая газеты и журналы. А после выпуска из школы он поступил в колледж на юридическую специальность. Когда юноше исполнилось 20 лет, обувная фирма из родного штата все-таки соблазнила его заманчивым предложением. Они шьют ему обувь бесплатно по мере необходимости, а Роберт совершает рекламное турне по всей Америке и представляет их обувную марку. Вместе с отцом Уодлоу проехал более 300 тысяч миль, посетил 800 городов и 41 штат. Он называл это поездкой доброй воли и хоть и выступал перед публикой, каждый раз подчеркивал, что всего лишь рекламирует товар. Больше всего Роберт боялся стать клоуном в цирке. Так юный гигант прославился на всю Америку. Люди, общавшиеся с ним, отмечали невероятную уравновешенность молодого человека. Но он производил самое приятное впечатление, и за ним закрепилось прозвище «Добрый великан». Однако, к сожалению, турне все-таки подорвало здоровье Роберта. В юности он еще мог вести активный образ жизни, так как, несмотря на гормональную аномалию, отличался отменным здоровьем. Но с годами взрывной рост не прекращался. Когда ему исполнился 21 год, Уодлоу имел рост 262 см и весил 223 кг, и за следующий год прибавил еще 10 см. Постепенно аномальный рост начал сказываться. Роберт перестал чувствовать ноги. Ему было все тяжелее ходить, и он вынужден был брать в руки сначала трость, а потом и костыли. Обувь, хоть и сшитая, на заказ постоянно натирала страшные мозоли, ведь гигант не чувствовал боли в ногах. И это стало причиной его внезапной смерти. 4 июля 1940 года, во время выступления по случаю Дня Независимости, Роберт натер ногу до настоящей раны, что вызвало инфекцию и быстро развившийся сепсис. Иммунная система у него оказалась ослабленной, и уже через 10 дней самый высокий человек в мире скончался во сне. На похоронах у Уодлоу собралась сорокатысячная толпа. Гроб его весил полтонны, и его несли 12 человек. После этих печальных событий родители пошли еще на один шаг, который Роберт несомненно одобрил бы. Они тщательно забетонировали могилу, чтобы останки самого высокого человека не выкрали, а после еще и сожгли всю его одежду и обувь. Личные вещи Роберта Уодлоу не должны были превратиться в экспонаты для коллекционеров, выставляемые на потеху любопытным людям. Поэтому память, оставшаяся в родном городе о добром великане, это памятник, который открыли в 1985 году. Бронзовый гигант смотрит на мир с высоты своего почти трехметрового роста и улыбается людям. Самый высокий человек в мире не зря боялся стать развлечением для толпы. Большинство людей с аномалиями роста в старину превращались в шутов, и даже их свадьбы и похороны служили людям для потехи. На этом у меня все. Если видео было вам интересно, поддержите нас лайком и не забывайте подписаться. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok